наше почтение многоуважаемый коллектив совсем недавно мы продали наш pajero терминатор и тут нам пришла в голову идея а не сделать ли нам один очень интересный эксперимент дело в том что сейчас абсолютно все возят автомобили из сша затем их здесь ремонтируют продают и везут их вновь и это приобрело массовый характер и тут мы подумали а что если мы с вами купим автомобиль в сша привезем его сюда здесь качественно восстановим и продадим а затем посмотрим а получилось ли у нас что-нибудь на этом заработать однако мы столкнулись с проблемой дело в том что покупка доставка и ремонт автомобиля займет минимум три месяца а команда srt не может существовать такое количество времени без рабочего автомобиля поэтому похоронив эту идею мы занялись поиском тачки на внутреннем рынке украины но внезапно мы получили предложение нам протянули руку помощи наши старые друзья и партнеры предложили нам не просто привести автомобили сша а показать всю подноготную этого процесса и выдать нам на весь этот срок подменный автомобиль а кстати вот и он да господа это chevrolet silverado именно тот который когда-то у нас был на тесте под капотом находится v-образная восьмерка объемом 5,3 литра мощностью 355 лошадиных сил и 520 ньютон-метр крутящего момента и как вы уже успели заметить мы его немного приукрасили а парней которые осмелились нам помочь вы прекрасно знаете и называются они weight shipping их фишка заключается в том что какой бы вы американский автомобиль не приобрели на территории украины 40 50 процентах случаев это будет тачка привезенная weight shipping наш бюджет составляет 16 17 тысяч долларов но мы не хотим покупать какой-нибудь автомобиль мы хотим купить автомобиль который нам очень нравится автомобиль который близок нам по духу автомобиль который сможет удовлетворять все потребности с рт и и сейчас мы сломаем вам мозг мы отправимся на два месяца назад когда команда из рт поехала в город одесса за консультацией и консультировать нас будет не бородатый мужик автогуру перекуп а прекрасная девушка по имени оля которая разбирается в автомобилях лучше чем 90 процентов из нас поехали и вот сейчас мы приехали к нашим старым друзьям которых вы конечно же хорошенько знаете и мы надеемся что они помогут нам купить за вот такую вот сумму автомобиль который стоит вот таких вот бабок и посмотрим получится у нас это или нет пойдемте вместе с нами мы видим Привет! Привет! Здравствуйте! в общем задача такая у нас есть 15 и мы должны 15 поместиться полностью совсем то есть это должен быть автомобиль под ключ с ремонтом со всеми необходимыми моментами какие у нас идут категории во-первых это должен быть минимум среднеразмерный кроссовер то есть либо среднеразмерный либо полноразмерный кроссовер второе желательно чтобы это был обычный распределенный впрыск без непосредственного впрыска чтобы он был погрубее такой у нас у нас получается в этой категории возможно какие вообще варианты у нас возможно honda pilot да да nissan passfinder infiniti qx 50 outlander explorer explorer значит у нас получается qx 50 отпадает потому что это компактный кроссовер он не подходит по размеру вот потом на по explorer есть моторы которые не эко-буст 35 на тараши до 15 года до они до 15 до 15 года именно вот тот кузов и тот мотор который нам нужен потому что эко-бусты пошли с 15 года 2 литра они нам не подойдут и по бюджету мы не впишемся я понял а вообще какой у нас минимальный год может быть самая старенькая какая может быть чтобы это было ликвидно лучше всего от 11 года потому что через два месяца уже 2021 от 11 до нужно смотреть от 11 года мне кажется что самый оптимальный вариант это будет пилот интересно хорошо давай тогда посмотрим что у нас вообще есть на сегодняшний день по пилотам так мы будем смотреть 11-15 год и чем младше тем лучше итак смотрим варианты это сильно вмазанный смотрим варианты не на сегодня потому что сейчас уже опять часа вечера уже все торги на сегодня пошли на 23 а по приводу по приводу только по только полный давайте тогда поставим в критериях полный привод так варианта 83 на копорте и потом посмотрим еще на иншурансе так лучше смотреть варианты ударенные по морде или по заду не самые относительно дешевые потом по восстановлению да вот например как такой вариант пробег 104 тысячи миль проходной по сертификату находится в вашингтоне ударен заднюю часть но это можно сказать даже не удар то есть тут по факту бампер можно не менять его восстановят крыло в покраску сто процентов дверь мне кажется испачканная но можно посчитать тоже как в покраску эта комплектация у нас и x по идее идет ну что машина на коже стрельнутая безопасность подушка в сидении шторка и потолок то есть такую на такую машину уже ставка идет 5 200 это чистая продажа и машина будет играться через три дня думаю что не впишемся прошу наш бюджет на покупку где-то должен быть до пяти с половиной чтобы мы поместились 15 с ремонтом то есть если мы ее возьмем за 5 то где-то она без учета ремонта станет 12 половиной в 13 тысяч смотрим следующую 35 полный привод тут уже удар конечно чуть-чуть пожестче скорее всего придется менять крышку багажника бампер замену наверное пошел усилитель фонарь но по безопасности вроде как целенькая неплохая машина можно смотреть тоже вот honda пилот lx относительно кстати адекватное повреждение по факту придется отрихтовать панель усилитель этот сам видать везде мятины по крылу по двери да получается они отметили что это вмятины но это все отрихтуется она торгуется у нас во вторник 27 числа в цену цена вами неизвестную неизвестная машина по статусу продажи на утверждение то есть скорее всего если мы ее выиграем сильно дешево то продавец не согласится и наверное придется подождать но ставку на такую машину с таким пробегом я бы делала ближе к 6 потому что по ремонту но я уверена более чем до полторы тысячи тут можно вписаться с новым бампером и с покраской с работой до процента обойнау это чем он отличается это чаще всего машины которые игрались там позавчера неделю назад которые не отдали по каким-то причинам и выставили чтобы мы могли нажать кнопку и купить сразу то есть это уже без аукциона без аукциона мы можем нажать и сразу же взять эту машину но чаще всего они выставляют их дороже такая же продается на рынке вот еще хороший вариант разобранный безопасность еще какие-то да тут стрельную руль это на самом деле не проблема это все легко восстанавливается отсутствует фара нету решетки бампера то есть тоже можно сказать небольшой удар и тут вот если бы это был английский перевод писалось бы царапины и сколы и удар по морде фронт то есть ничего такого критичного тут нету может еще какие-то работы по кузову двери двери крыло это они видите как отметили то есть мы не можем понимать что тут такое может тут царапина может тут вмятины все если присмотреться что то есть их на самом деле не так много прямо на аукционах honda пилот нужно смотреть нормальные варианты так вот еще один вариант по задней четверти дверь в замену скорее всего до двери замену скорее всего крыло в замену не факт что смогут отрихтовать не на кусками может и не придется менять но скорее всего от крыло вырезать в этом плане да вы безопасно до шторка нужд цена вопроса замены шторки это 150 долларов плюс перешив потолка на такую машину где-то около 200 долларов будет по работе плюс перешив блока управления 100 долларов этого 400 долларов на безопасность закладываем пробег 76 тысяч цены у нас пока нет нету цены те же машины которые на следующей неделе идут у них цены нету еще пока что но мы можем как-то уже их складировать в то чтобы их попробовать играть конечно конечно на следующей неделе я буду смотреть то что обновляется и обычно как я смотрю на сегодня на завтра варианты потому что на неделю вперед бывает так что вот например на копорте машины остаются постоянно если это иншуранс то на иншурансе бывают тайм аукционы которые так сказать преждевременно играются то есть например дата торгов на знаю вам сейчас покажу дата торгов назначена на 30 октября играется машина сегодня вечером называется аукционы с ограниченным временем и вот так вот можно смотреть по списку какая машина сегодня будет играться вручную причем искать есть пилот сегодня нет сегодня пилота нету можно посмотреть на аукционе какие машины будут на следующую неделю и так вот варианты на следующей неделе 30 число все смотрим полноприводные кража и все они заканчиваются 2 ноября то есть это максимальный срок насколько выставляют машины то есть на полторы недели вперед так вот машина после кражи так машина после кражи сертификатом селвич в принципе можно сказать что скорее всего целая они чаще всего после кражи там без ключей или с какими-то минимальными повреждениями по типу вандализма можно сказать хорошая машина и я думаю что она пойдет конечно ближе к 6 с копейками это excel максимальная комплектация можем на иншурансе посмотреть ее 360 градусов цвет красивый асфальт и в салоне тоже нужно посмотреть с люком вот еще одна машина я думаю что пойдет ближе к пяти тысячам ну тоже мордаса нет почти полностью но на самом деле крыло фара бампер решетка телевизор под вопросом нужно смотреть сейчас я посмотрю по салону относительно при этом ряд куда это тряпка да это это самая пустая комплектация она идет без люка но это считается не сильным повреждением кстати то есть чаще всего страховая может положить потом эти запчасти в салон отдавающих для разнообразия посмотрим edge edge будет таких же годов 13-15 но на edge будут дороже запчасти я сравнивала друзья скажу вам откровенно на протяжении всего процесса подбора honda меня не покидало чувство дискомфорта я понимал что это хорошая машина но я не очень-то ее и хочу тем более что во время тест-драйва honda pilot на нашем канале она не вызвала у нас особого восторга и поэтому меня понесло посмотреть ford edge ford explorer gmc акаде и другие американские кроссоверы однако потом ольга нам сделала такое предложение от которого мы не смогли отказаться из таких здоровяков больше можно еще посмотреть аккура mdx но только кузове до тринадцатого года неинтересно аккура mdx это интересно вот ее можно я недавно просчитывала клиентам ее можно уместить но только вот но это принципе нормально 11 даже 12 11 13 год вот это интересно их тоже не сильно много на аукционах открытые к торгам где-то штук 15 открываем первую живую и у всех у них тоже немаленькие пробеги потому что эти машины очень ценят в америке почему-то именно вот в этом кузове видно практичный недорогой это технологи в принципе отличный вариант пробег 100000 полный привод заводится но не едет проблема по подвеске тут она очевидна то есть в ремонт на такую машину можно заложить я думаю до полторы тысячи потому что кузов только пластиковая накладка и туманка с этой стороны но наверное можно поправить но так я думаю полторы заложить с головой но такую машину можно ставить тысяч 6 тогда можно даже на такую целую машину стоит 6 половиной тогда мы поместимся до 15 друзья ввиду того что мы никогда особо не гнались за годом выпуска но в частности я тут не по большому счету наплевать какого года выпуска автомобиль мы соли решили еще рассмотреть на один вариант тачка от которой честно говоря я безумно называется она аккура mdx это кстати со платформе пилота но чуть более технологичный естественно mdx у нас будет немного постарше и на данный момент мы смотрим на один экземпляр 2012 года выпуска на самом деле mdx в не очень-то много как и на одном сайте таки на другом в общем сейчас подбираем может быть чего-то увидим интересное если увидим то может быть постараемся в ближайшее время это все дело приобрести но тут надо быть аккуратным и с вами прекрасно помним что на mdx ах очень дорогие амортизаторы не с регулируемой жесткостью если меня не изменяет память по моему передние амортизаторы в районе 600 долларов что-то типа такого мне помнится или дороже я сейчас не вспомню задние чуть подешевле на общем поэтому если будут повреждения какие-то по ходовой есть возможность попасть на эти дорогие амортизаторы ультю там у нас получается смотрим под аккуру mdx 11 год по бирке 12 модельные хорошее повреждение хорошие в смысле хорошие для нас хорошая для нас потому что на самом деле тут можно обойтись просто кузовными работами без покупки каких-либо запчастей то есть у нас вся сторона за туда у вся сторона до две двери крыло бампер и задние по моему заднее крыло тоже но касательный удар такой вообще касательный удар пробег 75 тысяч миль для такого года плюс удачный штат покупки это чуть-чуть пожалуйста назад верни немножечко я вижу вот внизу сама арка получается крыло целая арка двери рихтуется рихтуется но принципе можно психануть матрасы для себя на лучше психануть поменять крыло тоже можно заменить и бампер восстановят до бампер под ремонт а по описанию по повреждениям что они по безопасности целыми по безопасности похоже на ремень ремени наверно сто процентов сработали хотя не факт по безопасности целая можно и так сказать повреждения правая сторона и подвеска ориентировочная стоимость 5 900 это средняя стоимость подобных машин почем их покупали там за какой-то промежуток времени на него не стоит ориентироваться но я думаю на нее нужно ставить не меньше пяти с половиной тысяч по им дриксом есть еще вот такой вариант затерли год а год выпуска 11 тут она немножко со всех сторон хотя написано front and 1 . 2345 две двери это будет машина окрашенная лучше всю красить до порожек в принципе можно сказать что она тоже целая а как она на там ран и драйв да пишут да на ран и драйв это же технологии да да и резерв продавца на ней стоит 4 700 цена неплохая тоже показали что заводится все отлично тоже можно смотреть не но мне реально вот вариант с индексом более симпатично чем с пилотом и последняя бойна у 4500 это сложный удар тут и радиаторы и усилитель и две фары и капот капот под вопросом но я думаю что сто процентов замену такой вариант это дорого для нее четыре с половиной и и цена должна быть три мне так кажется да если индекс провозит и однозначно отдали предпочтение это сто процентов этот вариант с вами смотрели на годовой я думаю что полторы даже со стоимостью запчастей вы уложитесь спокойно но она играет понедельник можно пробовать чего нет а как это будет происходить физически физически мы с вами заключим договор для этого нужны паспорт код и залог минимальный где-то 10 тысяч гривен я буду подбирать варианты то есть мы уже с вами выбрали там три хорошие машины которые может торговать понедельник во вторник и будем пробовать я буду просчитывать исходя из того где территориально находится машина сумму ставки растаможку машины постановку на учет ремонт и вот эти вот все моменты чтобы мы уложили с вами до 15 тысяч это ночь уж происходит не обязательно смотря в каком штате скорее всего это будет происходить с 4 вечера и до 10 я волнуюсь окей хорошо в общем тогда мы делаем таким образом пробуем разобраться именно с индексом если у нас все нормально получается ура если у нас не получается тогда будем еще искать до смотрим следующий вариант их нас но их не так много на аукционах но мы уже с вами подобрали там примерные машины там на две недели вперед вот их будем пробовать супер ладно хорошо хорошо спасибо большое тогда буду ждать с нетерпением звонка а с меня вот этот пакет документов и деньги правильно деньги все верно куда же без денег друзья в общем ожидаем будем пробовать покупать акуру mdx 3 7 v-образная шестерка из х в д друзья короче у нас экстренное включение у нас кипиш паника в общем непонятно что происходит в общем мы находимся на данный момент в увидке на работе тебя наверное не короче нам полчаса назад сообщили что будет играться машина которую мы себе ищем в данном случае имеем аккура mdx комплектации technology 11 года выпуска и она должна играться с минуты на минуту в общем и кое-как прилетели к витьке в офис остановили его рабочий процесс установили камеру и сейчас будем заниматься вопросом приобретения этого автомобиля а в одессе оля с которой вы уже знакомы сейчас будет за нее сейчас будет за нее торговаться и биться вот мы не знаем получится или нет сейчас вам по ходу все будем рассказывать и сейчас давайте смотрим чего там у нас будет получаться или не будет а кстати позвоню оля пользуясь случая на у нас написано за сейл хэс эндет алё оль приветик еще раз а тут у нас написано что на типа продано уже ну она получается мы ее сыграли она выиграна за четыре четыреста пятьдесят а тут есть такой прикол что резерв продавца 7300 они вот поменяли его сейчас на пять четыреста типа снизили то есть мы ее не забрали и скорее всего придется ждать бру подожди ничего не понял значит мы ее как бы выиграли уже да вы знаете такая тема тут типа резерв продавца машина была в резерве то есть мы ее выиграли за четыре четыреста пятьдесят и резерв продавца чтобы ее отдать сначала был 7300 теперь резерв продавца 5400 но мы не будем на него соглашаться мы будем ждать пока он будет опускать свою ставку до нашего от нашей суммы если он от нее откажется от нашей суммы то он выставит эту машину пойнал купить сейчас скорее всего дороги то есть короче мы как бы ее и выиграли а как бы и не выиграли а как а сколько обычно ждут бывает час бывают сутки а мы например третью не можем сыграть а потом от этой отказаться или мы уже отказываться пока они не согласятся если мы третью сыграем и выиграем то мы если на эту согласятся будут две тачки понимаете поэтому ну по той еще которая последняя там еще сейчас я скажу сколько времени там еще много может до этого момента они предложат или откажутся зато еще часа четыре то есть время еще есть то есть короче мы это все дело выиграли но теперь ждем подтверждение потому что какой-то продавец хочет за нее чуть-чуть больше чем сыграл аукцион правильно и теперь вопрос том либо он соглашается на нашу сумму либо он просто ставит какую-то свою цифру buy now без аукциона правильно я понимаю все хорошо тогда мы на связи смотрим чего там у нас и как если получилось у нас выиграть эту значит получилось как-то все внезапно хорошо хорошо спасибо большое спасибо мы шось купил и мы что-то купили короче друзья полчаса назад ну пол не полчаса назад а будем откровенны часа два назад мы связали с солей она подобрала на сегодняшний день три акуры вот она сбросила ссылки на эти акуры вот первый экземпляр у нас сыгрался час назад но там экземпляр был нехти двенадцатого года машина вот но она уже ранее была бита она когда-то была в угоне вот и сейчас она опять получила ее в общем мы продавали мы специально там поставили какую-то минимальную цифру на всякий случай типа авось получится мы ее заберем вообще задаром и тогда уже будем с этим разгребаться здесь если не получится значит к лучшему в итоге не получилось вот это был второй автомобиль ни в общем мы не успели опомниться мы приехали как бы пока все это включили оля уже его купила и наверное нам в этот момент надо сделать типа вааа но не получается потому что неизвестно что там с этим продавцом ситуация такова в течение ближайшего времени мы узнаем купили мы эту машину или не купили если купили то скорее всего надо будет это отметить скорее всего надо будет это отметить если не купили тогда продолжаем поиски в общем как то так друзья переключайтесь все вам еще расскажем и покажем итак господа всем привет у нас экстренное включение дело в том что поступила информация что mdx достался нам спустя сутки все-таки владелец этого mdx согласился нам его отдать и финальная стоимость этого лота стала 4 450 долларов это не считая аукционных сборов поэтому этот mdx наш и он уже готовится к отправке в украину и ввиду того что компания way shipping конечно изначально американская компания и там у нас есть якобы коррупционные связи мы получили очень интересные видеокадры то есть мы договорились специально с одним человеком чтобы он сел поехал на страховую площадку и отснял для нас видеокадры а после этого еще и отснял загрузку в контейнер зачем нам это нужно но во-первых потому что у нас есть просто такая возможность во вторых нам интересно все таки посмотреть на видео что там с машиной ну и в третьих вам мы надеемся тоже будет интересно итак друзья вот наш mdx это салон салон у нас светлый да мне больше нравится черный салон но тем не менее к салону я думаю мы уже особо придираться не будем тем более я вижу что салон не очень изношен по крайней мере с пассажирской стороны привести его в идеальное состояние не составит особого труда в общем так это все дело выглядит там у нас висит три ключа 3 у нас есть три ключа и вот здесь у нас есть повреждение первое это система безопасности это боковая шторка и на водительском сиденье тоже сработал airbag и так двигаемся дальше вот эти повреждения далее что нами было еще обнаружено но это мы принципе видели уже и по фотографиям это то что у нас есть вмятина на задней крышке багажника вот здесь в районе логотипа эту вмятину тоже придется убирать я думаю что без покраски здесь не обойдется она как бы лайтовая вот показывает нам человек на эту вмятину но просто так ее не убрать далее это у нас вид салона сзади семиместный салон и здесь мы можем видеть что есть повреждение по потолку вот здесь у нас есть трещины и возможно потолок нужно будет менять хотя может получится его восстановить это мы узнаем позже далее водительское место бардак и здесь есть какой-то интересный желтый конверт наш человек его бросает под сиденье вот туда на пол и нам интересно доедет этот конверт до нас или не доедет тем более интересно его содержимое что же там в конверте значит дальше таким образом нашим dx грузится на автовоз все аккуратно все нормально но самое интересное что в данный момент если вы видите по выхлопным газом mdx заведен он работает с какой целью я не знаю но тем не менее в общем мотор двигатель работает все отлично машина установлена на автовоз и таким образом она будет передвигаться по соединенным штатам америки до момента погрузки в контейнер это мы тоже с вами увидим и дальше самое интересное это повреждение основные повреждения задняя левая дверь что нас больше всего смущает и что нас больше всего интересует если у нас повреждение по задней левой подвеске стоит ли заднее левое колесо прямо или криво мы присматривались к разным фотографиям и вот бегло смотрели видео сейчас еще с вами посмотрим непонятно если там повреждение или нет почему это так важно если у нас подвеска в идеале то мы садимся на эту тачку едем своим ходом в одессе мы проведем минимальное техническое обслуживание и своим ходом едем сюда в город сумы если же колесо где-то стоит как-то криво какие то есть повреждения по рычагам ехать своим ходом нельзя потому что мы развалим задний дифференциал это очень и очень дорогой узел и нам придется воспользоваться эвакуатором но это соответственно дополнительные деньги что нас не совсем то и устраивает вот поэтому мы пытаемся всматриваться если там какие-то повреждения или нет вот здесь у нас немножко видны затертости по передней двери то есть скорее всего вот первое касание по этому удару начиналось передней двери скорее всего там нужно будет красить а вот по колесу по заднему непонятно если бы был мощный какой-то удар в заднюю подвеску либо какой-нибудь даже не мощный касательный удар скорее всего бы колесо было бы спущено но колесо нормальное сбоку на диске тоже никаких повреждений нет так выглядит нашим dx снизу вроде бы все чисто никакой жесткой коррозии нет понятно те элементы которые от песка струйные временем а я напомню что пробег нашего mdx составляет порядка 170 тысяч километров там естественно есть определенная ржавчина но ничего критичного нет днище отсюда видно что нормально и все хорошо и вот здесь у нас как раз задняя левая подвеска но к сожалению тоже оценить это визуально не получается вот у нас есть рычаг один есть рычаг 2 вроде бы все целое вроде бы все нормально и вот это много рычажка все хорошо но опять-таки как там будет на самом деле мы еще пока не понимаем то есть как выглядит сейчас mdx снизу меня полностью устраивает это отлично просто отлично далее вот mdx наш доставили до места загрузки в контейнер опять-таки смотрим на наши повреждения здесь уже сухая погода видно все-таки царапины на передней двери вот эти царапины вот они скорее всего это они так вот по рисунку видно я не знаю насколько там все это сильно повреждено но более чем уверен что дверь в замене точно не будет нуждаться и вот здесь непонятно ровно стоит колесо или нет вот непонятно от слова совсем из этого ракурса я вижу что все отлично просто отлично но как там на самом деле непонятно это другая сторона mdx а мне очень сильно нравится цвет цвет очень удачный вот вот такая вот мордаха рестайлинговая рестайл у нас был с 10 по 13 год если не ошибаюсь вот три ключа у нас висит три это круто airbag у нас целый все целое за исключением сиденья вот он в правом нижнем углу ну и шторки как мы уже с вами обсуждали сзади салон вроде бы все отлично все хорошо все шикарно я сейчас представляю насколько же удобно будет в этом автомобиле сидеть и ехать так опять двигатель здесь все четко аккумулятор на месте все на месте друзья вот идет подготовка mdx а к погрузке в контейнер процедура достаточно суровая но для того что люди это делает постоянно я не думаю что возникнут какие-то проблемы снимаются передние колеса для чего вы потом увидите в общем все продумано до мелочей вот таким вот образом выглядит передняя подвеска но это не интересно вот вмятина и опять-таки как стоит колесо вроде бы до него ничего не достало вроде бы все должно быть ровно без всяких проблем вроде бы все хорошо а снимает второе переднее колесо а зачем это нужно эти сейчас колеса положили в дальние углы контейнера сейчас машина завозится у нас две точки съемки даже и сердечники не всегда могут себе позволить снимать с нескольких точек а здесь люди погрузку в контейнер сняли с двух точек да здесь конечно сантиметр в сантиметр очень близко к краям контейнера идет автомобиль но у людей рука набита потому что если бы у них не было набита рука то у них было бы набито нечто иное например морда лица ну по крайней мере грузят четко все ставят машину на дно контейнера а затем поднимают переднюю часть и теперь обратите внимание задние колеса они поставили во внутрь передних колес это получается некоторая фиксация получается самого mdx далее они за передние за передние ступицы по привязывают автомобиль и под него сейчас будут устанавливать деревянные балки именно под саму подвеску сейчас подымает опять выше автомобиль и еще увеличивает натяжку опять затягивают и ремни вот там вот уже сверху миллиметр в миллиметр все это дело устанавливается и что дальше дальше не убирают эту монтажную деревях у и уже будут делать здесь деревянный каркас для того чтобы автомобиль в таком положении и путешествовал по океану в общем вот такая вот история друзья сейчас все это дело закрепляется расшивается и мы с вами увидим финальный результат вот так это выглядит по финалу то есть установлена такая деревянная балка зафиксированы рычаги зафиксировано все здесь сзади и машина готова к путешествию друзья в общем вот таким вот образом выглядит весь этот процесс мы надеемся что вам будет интересно но а мы ждем когда же все-таки mdx прибудет в порт одесса не переключайтесь самое интересное только начинается итак господа первая серия подошла к своему логическому завершению но прежде чем вас познакомим с очень интересными цифрами позвольте вам кое-что рассказать ну во-первых сегодня на календаре 20 декабря от 27 числа наша acura mdx прибывают в порт города одесса и мы едем ее встречать во вторых у компании weight shipping сейчас действует акция если вы закажете себе автомобиль до 31 декабря то вас гарантированно ждет скидка в 300 баксов ну а теперь о цифрах что же мы потратили за эту серию ну во-первых лот acura mdx обошелся нам в 4450 долларов аукционный сбор 688 долларов доставка автомобиля по сша 425 баксов доставка автомобиля океаном 1133 долларов и в итоге по первой серии мы имеем 6696 баксов вот такие у нас друзья затраты на данный момент спасибо вам огромное что смотрели эту серию мы очень с нетерпением ждем ваши комментарии ну и как всегда скоро увидимся пока спасибо